Здравствуйте, программа «Особое мнение». Я Дарья Пищикова и со своим особым мнением в этой студии журналист Максим Шевченко. Здравствуйте, Максим Леонидович. Здравствуйте. Доклад Яшина «Угроза национальной безопасности» наверное изучили. Во всем случае, я видела ваши комментарии по поводу самого Яшина. Как вы там его называете? Надутый и самодовольный? Да. Почему так? Ну, а почему нет? Он же оскорбляет других. А чем он оскорбляет? Он оскорбляет Рамзана Кадырова тем, что называет его «Угрозой безопасности России». Я считаю, что Рамзан Кадыров это не угроза безопасности России, а это фундаментальный камень стабильности и безопасности Российской Федерации. Какой ценой? Ну, а что знает Яшин или что знаете вы про ту цену, которую заплатил чеченский народ за возможность жить сегодня на территории Чеченской Республики так, как он живет? Он живет лучше, чем многие соседние регионы. Это безусловно. Пожалуй, только Ингушетию можно сравнить по каким-то уровням и темпам развития Чеченской Республики, если так объективно смотреть на Северный Кавказ. В Чеченской Республике исполняются все социальные обязательства перед гражданами. Проведен газ даже в разрушенный Бамут. Да и Бамут, кстати, восстановлен. Бамут, который был уничтожен в свое время федеральной артиллерии, авиации и так далее. Проведены дороги даже в самые дальние села и аулы. Наверное, где-то кто-то чем-то недоволен, но всякий человек вменяемый, проезжающий через Кавказ на машине. И не 40 минут, как Яшин, из аэропорта и обратно. Но это вы ссылаетесь на информацию грозной ТВ? Ну, может быть, он там гораздо дольше. Я не знаю. Там уже чеченец, который его возил, сказал, что он так, как говорится, раз. И потом уехал туда в Ингушетию, в Беслан. В Осетию даже точнее. Просто какие претензии к Рамзану? Рамзан Кадыров является главой субъекта Российской Федерации. И как глава субъекта, он свои обязанности, а его трудовой договор, которому заключает, очевидно, с президентом Российской Федерации, как его работодателем, заключается в обеспечении социального, гражданского, политического, экономического развития Теченской Республики как субъекта Российской Федерации. В сохранении национальных, религиозных особенностей проживающих там граждан. Я напомню вам или Яшину, что Конституция Российской Федерации совершенно ясно говорит, что Российская Федерация – это социальное государство, и держателем власти ей является многонациональный российский народ. Чеченцы – это не отдельная какая-то часть, как бы не хотелось многим, это часть составная огромного многонационального народа. Смотрите, вы говорите, что Чечня – один из самых процветающих регионов, самый процветающий регион Северный Город. Достаточно проехать просто по России, чтобы посмотреть и сравнить с тем, что мы видим на территории Чеченской Республики. Ну вот данные, которые приводит Яшин, официальные данные – это не какие-то его там сведения, тайны. Он говорит о социальном расслоении, например, 40% – самый высокий показатель уровень по России, самый высокий. А социальное расслоение – это что имеется в виду? Ну, это значит, что самые бедные живут гораздо хуже, чем самые богатые. И о самых богатых он, очевидно, говорит конкретно о руководителях. Ну, вы понимаете, что это абсолютно демагогическое высказывание. Потому что социальное расслоение – это вообще особенность капитализма. И особенность современной России. Что столь любимые, наверное, Яшинам оппозиционеры, живущие в Лондоне или увесшие в Лондоне миллиарды награбленных здесь в России и наворованных денег, они еще большую представляют разницу с населением огромного количества российских губерний. Я считаю, что просто Яшин сейчас использует публичную площадку оппозиционных СМИ. Кстати, казалось бы, либералы должны выступать за мир и дружбу, за интернационализм для натравливания на чеченцев, которых он называет чеченами, кстати. А, очевидно, здесь тоже подсказали ему пиарщики, так как в русской культуре чечен представлен как злой. Злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал. Я не думаю, что Илья Яшин случайно называет чеченцев, как это принято в современном русском языке, чеченами. Это тоже такое позиционирование, как бы политтехнологическое образа злого чечена в сознании слушателей. То есть чечен, это сразу злой ползущий на берег. А у тех самых оппозиционеров, о которых вы говорите, которые там с рубежом имеют имущество, некая недвижимость, у них тоже такие дворцы резиденции. И я не помню эту ненависть к Рамзану, хотя достаточно присмотреться и смело проехаться по соседним регионам, по Дагестану, например, где просто полный правовой беспредел для всякого человека, который хотел бы защищать в России конституцию и демократию. В Дагестане есть огромное поле для деятельности публичной. Но в Дагестан они ссоваться боятся. На Дагестане далеко не уедешь. Ты же не расскажешь российскому обывателю, кто такие аварцы, даргинцы, понимаете, там кумыки, нагайцы, табасаранцы, рутульцы, там лезгины, например. Для российского обывателя, мещанина, это все пустой звук. А чеченцы, чечены тем более, в русской культуре воспетые как злые, понимаете, ну не воспетанные, а, скажем так, названные в великом стихотворении Лермонтова. Это понятно. То есть это все политехнологический балаган. В соседнем Дагестане плохие дороги. Не выплачиваются людям зарплаты. В соседнем Дагестане существуют тяжелейшие проблемы межелитных отношений. Беспредел. Коррупция, понимаете. Убийство. А в Чечне вообще никаких проблем? Ну таких нету. Таких нету, как есть в соседних республиках. Там за чертой бедности никто не живет. Ну я таких бедных, как в Дагестане, в Чечне не видел, скажу вам откровенно. Просто что он туда полез в Чечне? В Ставропольском крае, в Нефтекумском районе. Илья, поезжай в Нефтекумский район. Ты такой защитник русских. Ты в докладе написал, что был геноцид русских. То есть там была резня русских какая-то. Он считает, что Рамзан Кадыров имеет хотя бы некоторое отношение к убийству немцов. Поэтому для него это некая защита чести. А какое отношение? То, что убийца был чеченец. Значит, так как Рамзан Кадыров чеченец, то логическая цепочка. Если убил или подозревается в убийстве чеченец, а Рамзан Кадыров чеченец, причем главный чеченец, возглавляющий Чеченскую республику, на территории Чеченской республики главный, естественно. То стало быть, он тоже имеет отношение. Ну, там есть промежуточные звенья. Делимханов, который руководит батальоном Север, брат Адама Делимханова. Стало быть, ну, это все фамилии, которые вы называете. Это все журналистские фамилии. Таким образом, вот, допустим, когда Евщиков расстрелял людей в супермаркете после гуляний со своей женой из группы Стрелки, стало быть, Колокольцев, который тогда возглавлял Москву, имеющий ли отношение к этому преступлению. Потому что он, подчиненный Колокольцеву, был по непосредственной линии. Это логическая цепочка, она абсурдная. Я считаю, что Заур Дадаев и другие, которые совершили, если они на самом деле совершили это преступление, совершили по мотивам, по которым совершают преступления множественное количество наркоманов. Эти люди были взяты, я напомню, ФСКН и Нагушетии при покупке наркотиков. Я вам могу сказать, что любой наркоман за 5 миллионов сделает что угодно. А вы видели расследование «Новые газеты» про некие тендеры, которые были объявлены на убийство Немцова, которое в итоге осуществилось, и еще на трех людей – Ксению Собчак, Ходорковского и нашего города. И кем были объявлены эти тендеры? Ну, вот, как объясняется в «Новой газете», это такая довольно частая практика, когда боевики, как называет «Новая газета» этих людей из Чечни, вот таким образом определяются на заказы. К сожалению, по итогам двух чеченских войн, достаточно большое количество чеченских мужчин, судьбы которых разрушены были федеральным правительством, прямо скажем, и в первую войну либеральным, которая затеяла всю эту бойню, да, они подрабатывают, к сожалению, в роли киллеров. Неоднократно так бывает. Мы видим в Европе, в других местах, кистинцы или грузинские чеченцы, которые не участвовали в войне, правда, вот напрямую их не коснулся. Ну, я считаю, что просто так, как жизнь огромного количества людей была разрушена, сломана, выкинута на помойку, то, да, к сожалению, там достаточно много тех, кого можно было бы нанять в виде киллера, потому что они просто... Хорошо выполняют такого рода работа. Нет, они просто деклассированные, десоциализированные элементы, которые утратили связь с чеченским обществом, с чеченскими традициями, но достаточно жестокие, внутренние и агрессивные, дерзкие. И бросают все все равно на Чечню. И я встречал не однократно таких людей. Те на Чечню бросают те, кто обвиняет Чечню в преступлении какого-либо человека. Это как если бы сказать, что если Евноазеф руководил боевой организацией эсеров и убил великого князя Сергея, то все евреи виноваты в гибели России. Это такая же, например, логическая цепочка, понимаете? Понятно. Это особое мнение журналиста Максима Шевченко. Скоро продолжим. Это особое мнение журналиста Максима Шевченко. Максим Ильич, вы вот так упомянули, что Яшин на кого-то, ну, не на кого-то, а на Чечню пытается кого-то натравить. А вы думаете, действительно такая у него цель доклада? Конечно. Потому что повестки никакой позитивной или даже негативной оппозиционной политической у оппозиции нет. Потому что все прошедшие годы они использовали для мелких каких-то дрязг. Самое яркое лицо оппозиции Навальной таковым не является, прямо скажем, и не появляется. Поэтому они раскручиваются через такие рэперные точки, которые безусловно, как говорится, где-то кто-то даже в России, ну, хоть один человек хоть раз слышал, все слышали хоть один раз имя Рамзана Кадырова. Слово «чеченцы», и тем более «чечены», еще со школьной программы, знакомо абсолютно всем. Это то, на чем можно безоговорочно, безоговорочно пиариться. Мели и меля, ни с какого спроса с тебя нет. Это как про мусульман говорить. Террористы, халифат, исламское государство, пошло-поехало. Потому, что никто же ничего не знает ни про исламское государство, ни про халифат, ни про то, как и что, и где, и как, и почему возникают там, допустим, сражаются афганские талибы, понимаете? Но можно выйти и как лебедь сказать там, что талибы дойдут до Новосибирска. Ну, и все повторяют. Потому, что все, как говорится, хоть что-то, но слышали про Афганистан там или про плохих афганцев. Точно так же и он пользуется абсолютно таким же политехнологическим приемом. Чеченцы выбраны. Рядом в соседнем Дагестане, дорогой, и Илья, 100 тысяч человек поставлены на так называемый профилактический учет. Это абсолютно противозаконное мероприятие, когда ночью, в любое время суток, мусульманина и его жену могут притащить в МВД без составления протокола, без присутствия адвоката, взять у них отпечатки и взять на анализ кровь без их согласия, насильно держа их, держа в том числе женщину-мусульманку. 100 тысяч человек, когда люди, и там некоторые из них являются салафитами, допустим, но ничего противозаконного при этом не делают. А в некоторых районах Дагестана, в одном районе Дагестана, поставили даже мюридов, мюридов тариката суфийского. Я понимаю, что Лилияшин это все пустые слова, он этих слов просто не знает. Я сейчас дорасскажу, это важный момент. 18 человек. Почему это сделали? Потому что там не было никаких салафитов, но надо же отчитываться по линии ЦП МВД Дагестана. Понимаете? Вот они и поставили. Это абсолютное нарушение гражданских прав. Это не волнует его. Потому что это не продаж западным СМИ. Они просто не знают, где находится Дагестан, что такое Дагестан и так далее. Он даже Царнаевых приплел в этот доклад, к которым Кадыров точно не имел никакого отношения. Они дагестанские чеченцы. И из Дагестана родом. Почему? Чтобы Запад на Царнаевых реагирует. Как вот там волнистые одуванчики, там эти сам попугайчики реагируют, понимаете ли, на какое-то там зеркальце, на пощелковое. Ну, слушайте, а кто, о чем он пишет? Скажи, что Дагестан нарушается права человека, будут тупые бессмысленные глаза западного обывателя, которому есть Дагестан, не Дагестан, исчезнет Дагестан с лица земли. Это конкретный доклад. Это просто продажа какой-то темы западному спонсору, и ничего другого за этим нет. Он пишет о нарушениях прав человека и в той же Чечне. Права человека нарушаются по всей России. И родственники просто боятся идти в правоохранительные органы, потому что... Есть такие случаи, наверное, есть такие случаи. Надо разбираться с этими случаями, и я говорю, и говорил об этом в том числе в лице чеченским руководителям, что права человека надо соблюдать. Что если есть какие-то претензии к людям по их содействию или участию в террористическом подполе, надо ввести открытые уголовные дела, а не нарушать уголовную процедуру. Но по сравнению с тем же самым Дагестаном, поверьте, это просто правовая территория. Сделайте доклад про Дагестан. Мы, кавказская политика, пишем об этом каждый день. Ну, такой крупный, презентация. Каждый день мы пишем, а вот сейчас арестовали, сейчас арестовали, понимаете, Магомеда Магомедова, значит, еще раз. Это правозащитник, между прочим, либеральный правозащитник, мусульманин. Его арестовали в Дагестане, хотят ему вменить статью 205-ю, терроризм. Когда его арестовали два года назад, у него забрали без обыска и без ордера все его вещи, имущество, и не отдавали обратно. Когда он написал заявление, чтобы ему отдали все это, следователь, как выяснили сейчас журналисты, подал в суд на вменение ему статьи терроризм и заключение его под стражу, потому что следователь не хочет отдавать ему вещи, которые два года назад он у него противозаконно забрал. Как нарушаются права в других регионах Кавказа, Илье Яшину и его сподвижникам, наплевать абсолютно. Слушай, а этим регионам что нужно, чтобы это не происходило? Они вцепились, я вам объясняю, они вцепились в Чечню, потому что Чечню можно продать Западу. Нет, нет, я не про Аплодисканеров, я не про Яшина. Запад не знает слова и о Осетии, Запад не знает слова Ингушетии, для Запада Ставропольский край это просто шорох какой-то. Вы говорите про проблемы Дагестана и Ингушетии этим регионам, что нужно, чтобы там не было беззакония такого. Свой Рамзан Кадыров? Я считаю, нужно внимание высшей российской власти к нарушению тотального прав человека, который там совершается. Профилактический учет, абсолютно беззаконное, противозаконное действие в отношении огромного количества граждан, которые совершаются там. Это чудовищная вещь совершенно. Это просто нарушение огромных прав, огромного количества людей. Это подмена сложной и необходимой оперативной антитеррористической деятельности. Необходимой, на самом деле, надо бороться с терроризмом и наши спецслужбы, в том числе и МВД Дагестана, огромные успехи. Ну и с большими потерями, прямо скажем, на этом пути как бы достигли. То есть, террористическое подполье в целом уничтожено. Но огромное количество граждан просто подвергаются прессовке, насилию, давлению в любое время суток. Человек, допустим, едет, садится на автобус, абсолютно мирный гражданин. Едет куда-то, его на блокпосту снимают, там идет проверка документов, тоже противозаконная, честно говоря. Какая-то регистрация, так называемая, на территории Российской Федерации. С какой стати человек прописан на территории региона, должен еще регистрироваться. И вот его снимают и держат 5-6 часов. Потом говорят, потом может ехать дальше. Говорят, что меня держат? Ты в неком списке. В каком списке? Ты не в списке санкционирован судом, что ты под подпиской о невыезде. Ты не в списке санкционирован следователем, потому что против тебя нет уголовного дела. Ты записан в некую тетрадку, в некий как бы блок информационный, как возможно, возможно, неправильно исповедующий некую традиционную версию одной из традиционных религий. Что составляют эти тетрадки? Силовики, МВД в первую очередь. Местным профучетом, местным привязанным к территории руководит Министерство внутренних дел Российской Федерации. Ну, то есть это федеральная инициатива? Да, вот это федеральная. Мы в Совете по правам человека послали запрос, нам прислали такой мутный ответ, ну, нет ни одной ссылки ни на один закон, где регламентировался этот профучет. Профучет существует в отношении уголовников, рецидивистов, которые выходят с зон и которые находятся под контролем, под учетом, под некоторым, тем, кто по условно-досрочному освобождению. Но граждане, не имеющие ни судимости, никаких криминальных деяний в своем прошлом, просто зафиксированные, что они пришли не в ту мечеть, зафиксированные, что, допустим, молодой человек бросает пить, подвергаются систематическому давлению и прессовке. В Чечне, кстати, этого нету в таком масштабе, но это его не интересует. Еще раз говорю, потому что не продашь ты Дагестан западу и Ставропольский край, где идет спекуляция с землей массовая и нарушаются права русского населения, о котором так ратует Яшин в годы Чеченской войны, вспоминая какие-то мифы о каком-то геноциде, понимаете, русского населения. Если Рамзан Кадыров уйдет и не будет больше возглавлять регион, что ждет Чечню? Ведь он вот тут совсем недавно в интервью сказал, что он не рвется продолжать. Это решение будет принимать президент Российской Федерации. Прежде всего, выдвигая согласно закону три кандидатуры для принятия местным парламентом. А разве там не поменялась процедура? По-моему, на этот раз будет выбирать народ. Ну, если даже народ будет выбирать, я вас уверяю, что Рамзан Кадыров выиграет с большим отрывом. Нет, но он сам говорит, что он уже, в общем-то, хотел бы чем-то другим заняться, если он откажется свою кандидатуру выдвигать. Может такое вообще быть? Или он кокетничает просто сейчас, когда говорит, что он хотел бы... Я не думаю, что Рамзан Кадыров, герой России и генерал, который сражался, был ранен, убивал, кокетничает. Я думаю, это слово не точное по отношению к нему. Я думаю, что он просто говорит... Вы просто не понимаете, как устроены чеченцы, честно говорю. Он просто говорит вот так вот, как он думает, на самом деле. Если надо, я уйду. Что вы меня достали? Он говорит, даже не если надо, он говорит, я бы хотел. Он говорит, я бы хотел. Ну, вот эту интонацию они не понимают, просто что к ним, правда, прицепились. У Рамзана и у его сподвижников есть, как говорится, в Чечне за что их ритиковать, понимаете? Но они, во-первых, выкручиваются в ситуации, когда им, несмотря на то, что объявили, допустим, о передаче нефти перерабатывающего завода, им его не передали. Когда публично на федеральном уровне объявили о том, что якобы им передали там часть территории этого завода Грозненского для строительства какого-то современного предприятия, им эту территорию тоже не передали, ведя, кстати, в заблуждение президента Российской Федерации. Максим Шевченко со своим особым мнением вы начали список... Начали с того, что исправим. Да, когда Евсюков расстрелял супермаркет, не колокольц, а пронин был. И перестал. Московский. После этого перестал. Ну, к вопросу о связях. Ну, Евсюков же расстрелял как сотрудник. Понимаете? Иерархия. Какая связь между обвиняемым Зауром Дадаевым и главой региона? Ну, хорошо, давайте оставим эту тему, этот вопрос. К списку, который вы начали составлять, завод, который обещали, не дали, что еще. Ну, я недавно был в Чечне, и мне рассказали, что ничего из того, что обещано и распиарено на федеральном уровне, им не передано. По сути, Чеченская Республика живет только на агропромышленном комплексе, который позволяет худо-бедно кормить достаточно большое количество населения там. Ну, и дотации серьезные. Ну, не такие уж они и серьезные. Вы забываете, что на территории Чеченской Республики расквартирована огромная военная группировка, и федеральные дотации выделяются не только на социальное обеспечение народа, но и на поддержку группировки 58-й армии, только на ханкалей, в районе ханковые трижды, о десятках тысяч военнослужащих, сложных инфраструктурных разного рода объектах и так далее. Никто не задумывался, что эти деньги, возможно, в ней включаются и то, что идет на обеспечение тыла или, не знаю, как это называется, на языке военных, одной из крупнейших группировок, расквартированных на Кавказском направлении. Хорошо, давайте закончим все-таки с Чечней, мы как-то слишком долго. Ну, вот я просто резюнирую, что я считаю, что весь доклад Яшина построен для продажи на Запад. Выбран регион, который на Западе известен и из-за войны туда вставлен в Сарнаево, чтобы еще раз подчеркнуть для западного обывателя, что это регион, связанный с Чечней, хотя в Сарнаево это дагестанцы, хотя чеченцы по национальности, выбран Кадыров, потому что Кадыров на Западе распиарен как большой страшный бука, и поэтому это просто такая циничная просто торговля. А зачем, кстати, чтобы деньги выбить? Конечно. Нет другого. А на внутреннюю аудиторию он не ориентируется? Ну, только словом чечен. Нет, я имею в виду... В принципе, на внутреннюю аудиторию... Я имею в виду его рейтинг. Надеюсь, он как бы свой рейтинг поднять. Про этот доклад ничего не знает. А на нем мало кто сообщил. Ссылку выложил, может, читает аудиторию. Те, кто читает интернет, во-первых, я не уверен, что это внутренняя аудитория. В основном читает интернет, понимаете. А потом он... Вот семантика этого доклада, это туда, понимаете, вот на ту аудиторию, которая ничего тут не интересует и не знает, кроме каких-то брендов. Которые продают. И неизвестных брендов, которые можно продать. Смотрите, неделю назад, когда мы с вами сидели в этой студии, стало известно, что задержан, на тот момент только задержан владелец Домодедова Дмитрий Камещик. Дальше разворачивалась очень интересная история в суде, когда следствие меняло свои просьбы. Сначала хотели, чтобы отправили Камещик под арест, потом под домашний арест попросили, а прокуратура и вовсе требовала отпустить Камещика. Почему такая драма разгорается вокруг, казалось бы, сначала первый этап всего лишь арест, задержание? Или где-то какие-то деньги кто-то вложил куда-то, какая-то борьба экономических группировок в России. Я, честно говоря, в это особо не лезу, потому что особо там и не понимаю. Могу сказать, что Домодедов один из самых неудобных и чудовищных аэропортов вообще вокруг Москвы. Добираться до него тяжело. Еще вот сейчас построили, по крайней мере, эту эстакаду, а то там на переезде, если едешь, то это пробка длиной 5-6 километров. Даже если приехать на электричке, по нему очень долго идти, там одно табло, понимаете, с рейсами. Ну, что экономить? Сделали бы 20 этих таблов через каждые 2 метра, как везде в мире. Ну, знаете, я читала интересные наблюдения... Ну, ты не проходишь, нет эскалаторов, есть там надо с вещами тащиться по ступеньке куда-то. Ну, я понимаю, я во многом с вами согласна. Я читала интересные наблюдения своих коллег, которые говорили, что аэропорт Домодедово, по их наблюдениям, в общем, с ними можно согласиться, был в какой-то период одним из самых лучших, действительно, в него много вкладывали. Ну, когда у него один из самых лучших, я не всегда. Каждый знает, что билеты из Домодедова... Ну, в тысячные годы его развивают. Нет, билеты из Домодедова, это, знаете ли, всегда проблема, очень серьезная. Я вот недавно прилетел в Домодедово, такси приезжает, такси очень низкая, так вот эта вот полоска. То есть, все сделано специально, чтобы за 15 минут машина не проехала от шлагбаума до выезда, чтобы оплачивали еще выезд, чтобы вот это бесплатное, просто чудовищно неудобный аэропорт. Смотрите, что пишут журналисты некоторые. Вот было время, когда позволяли Домодедову развивать. Затем наступил период, когда просто, по сути, запретили делать что угодно с аэропортом, особенно, когда начался этот прессинг по поводу последствий теракта. Даша, это борьба, конкуренция, конкуренция группировок. Камещик пытается отжать Домодедову. Камещик, не знаю, там, это борьба разных групп, которые стоят за тремя разными аэропортами. За Шереметьево, за Домодедово и за Внуково. Понимаете? Конечно, они все конкурируют, чтобы компании перешли туда, в другие аэропорты. Некоторые перешли во Внуково, кстати, из Домодедово, насколько я понимаю. Поэтому, по-моему, Turkish Airlines теперь летает из Внуково, хотя летала когда-то из Домодедово. Но у Домодедово постоянно сокращается список компаний. Сокращается. Но это, правда, неудобный аэропорт. Его надо сильно модернизировать. Просто вообще проблема в том, что в России нет окончательной концепции, допустим, какой аэропорт на что работает. Допустим, этот аэропорт международный, только международный. А этот, допустим, только внутренние линии. В такой огромной стране, мне кажется, ориентированной на Москву можно целиком профилировать аэропорт на внутренние линии. Происходит суматоха и там, и там, и там. Понимаете? С этими чартерами. Или этот аэропорт, допустим, чартерный. Вот он в сезон зарабатывает. Но для этого надо, чтобы центральная власть, там, не знаю, Росавиация, кто угодно, каким-то образом стратегически управлял этим делом. Это не вопрос просто свободного бизнеса, мне кажется. По крайней мере, в России точно. Не знаю, как там в США, JFK, там, и... Ну, хорошо. Это вот такая аэропорт и Нью-Арк. Понимаете? В Нью-Йорке между собой конкурируют. Конкретные ситуации. Вот каменщик, владелец. Как вы думаете, долго ли он еще будет владельцем? Понятия не имею. Ну, в логике событий... Если начали отбирать, то отберут. И поставят кого? Какого-нибудь сына Ротенберга? Я не знаю, кого поставят. Ну, то есть вы не считаете, что это какой-то такой... Мне абсолютно все равно, как капиталисты друг другу рвут глотки. Мне все равно, кто из них кого съест. Клянусь вам. Абсолютно все равно. Я не считаю, что... В этой ситуации дикого. Для меня эти люди с состояниями в миллиарда, они находятся за рамками права. Поскольку они сами это право попирают. Всячески. Поэтому, если капиталистические акулы, киты и кашалоты, и касатки друг друга пожирают, я скажу, ну и ради бога. Потому что они сами ратуются за конкуренцию. Вот пусть и конкурируют. Я считаю, на жизни людей это никак не отзывается. Это только их власть, их деньги, их макро-имущество и так далее. Мне все равно, с кем из них что случится. Посадят его или арестуют, или он станет мультимиллиардером. Ну, ничего страшного. Сильнейший выживает. Это же волчий мир, который они сами создали. Что там делать, каких-то несчастных забрать из них? Ходорковский с Невзелем, что ли, несчастные были? Страдальцы, понимаете? Этот, что ли, несчастный страдалец? Никто из них не несчастный страдалец. То есть, я сейчас, подождите, пытаюсь вас понять. Если речь идет о людях, которые обладают какими-то огромными капиталами, против них можно... ...применять беззаконие, вас это не будет смущать. А они сами применяют беззаконие по отношению друг к другу и ко всем остальным. Сами. Это капитализм без каких-либо правил. Поэтому жалеть их я не собираюсь никого из них. Поймите. Хорошо, понятно. Давайте дальше. Понимаете, вот правила для мелкого среднего бизнеса. Где люди сами зарабатывают по копейке. Весь крупный бизнес в России обязательно связан с государством. Я поняла. Когда сносят ларьки, вам жалко, когда здесь это происходит? Мне абсолютно не жалко в данной ситуации. Никого. Если ты проиграл, значит, ты просто пошел неправильными путями. Сделал ставки не на тех чиновников, не на те силовые структуры. Все они, все с состояниями, вот с такими состояниями, все имеют какие-то лоббистские структуры. Силовые или государственные, еще какие-то. Они просто неправильно сделали ставки. Ну, проиграли, но ничего страшного, уедет в Лондон или куда-нибудь еще. Сколько мы видели примеров, как они уезжают в Лондон, и там потом расскажут, как они тут боролись за демократию, и как им это не позволили. Ну, хорошо, давайте оставим несколько минут. Пусть волки от испуга скушают друг друга. Стране от этого будет только лучше. Я уснила. Давайте хотя бы несколько минут Сирии посвятим. Все-таки Россия, США вроде договорились. Этот план совместный, заявление совместное. Уже в субботу, по идее, в полночь по дамасскому времени должен прекратиться огонь. Ну, для тех, кто этот огонь согласен прекратить. Я думаю, некоторые прекратят огонь с обеих сторон. А, кстати, почему Соединенные Штаты этим занимаются? Мы с вами обсуждали до этого, вы говорили, им сейчас вообще до фонаря, что происходит. Они занимаются этим достаточно виртуально, поручив на поле боя, на территории, в основном, работать России, на самом деле, как партнеру. Американцам в целом... То есть, это, в общем-то, российский план? Ну, российско-американский, будем точнее. Но Россия является менеджером по продвижению этого плана на сирийскую территорию. А у американцев вообще был план раздела Сирии по типу южного и северного Вьетнама. Там вот якобы сунитская часть и не сунитская часть. Ну, понятно, что северная, так называемая, шунитская часть, это просто будет такая турецко-натовско-саудовская полуколония. Но Россия стоит на позиции целостной Сирии, которая должна быть единой и неделимой, с чем не согласен, естественно, Израиль, с чем не согласна Турция, но с чем вполне согласен Обама. С Обамой вообще легко, с этими демократами. Он, если саудовцы за, то Обама всегда против. Если Израиль за, то Обама тоже всегда против. И в данном случае просто вот это вот против Обамы совпало, на мой взгляд, с интересами сирийского народа и с интересами России, которая стоит за то, чтобы Сирия была единой и неделимой. Это очень интересная конфигурация. Блок Иран, шиитский Багдад и Сирия и Ливан с таким христианско-шиитским союзом, который там существует. Хизбалла союзник с христианскими, с маронитами и с православными Ливаном в очень тесном союзе находится. Это, очевидно, американцы прикинули на пальцах, демократы, подчеркну, прикинули. Республиканцы, уверен, по-другому себя бы вели. И эскалация продолжалась бы войны. И решили, что так сейчас будет лучше. Смотрите, вы про Турцию уже сказали. Даут Аглу упомянул, что для него, для его страны, для Анкары, в общем-то, этот план, конечно, имеет значение, но все равно руки себе Турция собирает оставлять себе развязанными. Ну, руки Турции связаны, прежде всего, НАТО. Никак Турция не сможет вступить в войну, поскольку турки вступят в войну, только втянув туда также немцев, англичан, французов, там, не знаю, итальянцев. Его заявление, если какая-либо страна попытается создать угрозу для безопасности Турции, очевидно, про курдов, говорит, то данная договоренность перестанет сторона, то такая договоренность о прекращении огня перестанет быть для Турции обязывающей. Он до этого говорил именно о курдах. Посмотрим, как они сумеют справиться и начать войну против курдов. Что-то, несмотря на все угрозы, никаких серьезных операций масштабных они так и не смогли провести. Европа очень крепко держит Турцию, на самом деле, за, понимаете, ласканный, там, не знаю, этого мундира османского. Поверьте, Европа совсем не хочет, чтобы один из членов НАТО втянул ее в долгосрочное и серьезное противостояние с Россией или с Ираном. То есть, это такие заявления ради заявлений? У турок связаны руки, как ни у кого другого в этом конфликте. Вот турки, как раз НАТО в данном случае, который в других ситуациях является инструментом экспансии, в данном случае оказалось просто инструментом сдерживания и очень эффективным. Спасибо большое. Это было особое мнение журналиста Максима Шевченко. До свидания.